Можно ли здесь сейчас говорить о том, что была достигнута та точка невозврата, после которой невозможно уже засадить стороны этого конфликта за какие-то переговоры, за круглый столб? Я думаю, что федеративная Украина сегодня уже невозможна. Потому что режим, который убивает своих собственных граждан, который бросает танки, бронетехнику, боевую авиацию против народа. Но, разумеется, говорить о каких-то компромиссах и достижении каких-то политических договоренностей с этими людьми уже нельзя. Поэтому Юго-Восток Украины должен определить свою дальнейшую политическую судьбу. Сегодня крайне важно, чтобы произошло объединение всех тех областей Юго-Востока Украины, которые вышли из-под контроля Киева и не желают признавать нелегитимный киевский режим, чтобы произошло политическое объединение, формирование единого центра для ведения дальнейшего диалога, с кем это будет возможно. И плюс, разумеется, единое управление всеми отрядами самообороны. То есть Юго-Восток Украины должен сегодня сконцентрироваться, объединить свои политические, военные, экономические ресурсы для того, чтобы сплотиться и быть более сильным перед лицом вот такого военного давления со стороны Киева. Это абсолютно необходимо. Ну а что касается будущего, очевидно, на предстоящем референдуме граждане Юго-Востока Украины сами, без какого-либо влияния извне, решат свою дальнейшую судьбу. И это будет справедливо по меркам международного права. Спасибо, Юрий Юрьевич. Я напомню, на прямой связи с нашей студией по телефону был военный эксперт, главный редактор журнала национальной обороны Игорь Коротченко.